хорошо поехали сейчас винтик посмотрим заодно 1 усыпальнице в надзуме приветствуем здрасте роскошный сундук синьки эпики о философия свете и пк жаль что не леги все-таки надзума более лейтгеймовая локация чем тут жилье и хоть хоть для нее и некоторые квестики все-таки некоторые квесты даже понизили по рангу приключений теперь любой новичок дойдет да и надзумы даже за пару дней игры могли бы сюда хотя бы леги уже высыпальнице запихнуть а то грустно что приходится за вам такой косиненьким грустно что приходится в эпиках ходить до 45 ранга и леги почти негде получать особо готовка к плаванию главному инженер южного креста нужна ваша помощь ты у нас где тут ты у нас здесь хорошо я хоть смогу к тебе подойти или сейчас мне скажут вы не можете выбраться с острова ведь вы еще не заслужили грамоту и главный инженер красного креста не чусь приветствую путешественниц как жизнь не желаешь ли поработать с южным крестом с южным крестом о точно ха прошу прощения я муджей главный техник алькора большую часть времени провожу в тюрьме авторы в трюме так что тебе моё лицо незнакомо в общем хайлун дал мне пинка под зад и заставил выйти ахов давай тащи свои ленивые кости наверх погреть на солнышке тебе это пойдет на пользу сказал он и вот я здесь на берегу все благодаря ему сам-то он уходить с корабля и не думал а как же сознание потеряет как только ступит на сушу я могу тебе как-то помочь ах да как грубо с моей стороны зуба скаля над товарищами совсем забыл о серьезных делах в общем не надо сбегать пару мест добыть всякие технические штуки и ты можешь помочь мне подготовиться к новому этапу путешествия капитаны байдо обычно капитан занимается этими вопросами сама человек командующего южным крестом должен переполнять дух авантюризма заставляющего исследовать неизвестно в конце концов таковы наши правила кто здесь главный тот и берет на себя все эти обязанности однако прямо сейчас у капитана есть и более важные дела их нужно их их уж точно нельзя откладывать ради каких-то мелких задач а ты значит пытаешься спихнуть их на нас понимаешь я ведь техника не бояться и не сказала бы что остальным членам экипажа нечем заняться у всех у нас забот полон рот ну ладно довольно болтовни дел вот в чем человеку который ждет от нас следующей доставки нужны образцы имею ввиду образцы компонентов особых руинных механизмов согласно докладам свидетелей которые мы получили от заказчика эти механизмы или скорее всего организмы скрываются на островах анадзума совершенно удивительные существа так стало быть интересно ну то есть разве ты не хочешь скрыть одно из этих существ своими руками что что-то не очень ну ладно думаю только такой же техник как я поймет что я чувствую где же нам их искать а теперь ты зовешь правильные вопросы проблема в том что я тоже понятия не имею где они однако в некоторых областях этих островов мы обнаружили странные феномены электро по моим наблюдениям разница частоты появления феноменов с другими регионами над зум просто огромна рискну предположить что начав поиски с этих аномальных областей мы можем продвинуться в наших исследованиях далеко вперед если найдешь любые производные этих феноменов пожалуйста принеси их мне на изучение вознаграждение волнуйся уж тебя не обижу вся примасов сюда и сюда так в этом раз уж я здесь может проверить на берегу кусочки артефактов не ладно хер с ним сделаем задание вот место о котором говорила джан но не нас на вспышка голову ромовые сферы чтобы достичь цели персонажа имеющий электро грамм мог двигаться к ней с большой скоростью во время испытания убеждайте врагов или получаете электрочастицы чтобы продлить время а я и кунар взять а я к прости бы нет но мы сейчас гуляем сая я кай электро грешкой так интереснее на самом деле чем летать на обычных старых штуках которым мы уже привыкли немножко сложно бывает но усовари кище джин посмотрел же да джин смотрел ты отходил да я смотрел ты можешь перемотать я во время сюжетки еще посмотрел то есть не 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 после аики там долгий сюжет как-никак был так завершить испытание раскололи небеса раскали небеса так чтобы осталось больше 60 больше 110 секунд здесь чё отзвук в облаках не пройдено поразить звезды не пройдено давай посмотрим где это оку окей интересно люмен станет более популярной из-за резонанса да должна офигенный офигенная батарейка вот у нас есть у нас есть персонажи которых мы называем той или иной батарейка например фишли электро батарейка сян лин ну кое-как огненной батарейкой может выступать по факту да как альбедо гео батарейка у нас персонажи из-за которых ты обилочку выставил на стол и они начинают тебе электро ну не электро энергочастицы выдавать так или иначе чуть непонятно что делать с этими штуками вот и ггшка станет в прямом смысле электро батарейкой для абсолютно любых пачек что очень даже прикольно сахароза под сяо батареечка является да да здорово виви не world нужен я я я может быть в него поиграю но по сравнению с геншином не world вообще после геншина играть в ему rpg становится очень сложно как минимум так летим летим тем все нормально что так быстро выполняю давай тебя убьем что ли или улетим в воду и утонем евгенши не хватает пп послушители линяга дрочера и только папа ему подавай шутки конечно же в каждой шутки жаль локации становятся менее колоритными когда ты проходишь их сюжетку штука . ущелье и остров я и оси ори то что самый то то самое ущелье мы пролетели по ущелью о котором нам говорили что сегун расколола его своим ударом меча к сражалась с этим гигантским змеем и так стопу здесь что-то было картошка ясно картошку так он где фейка-то фейка не улетай я тебя пытаюсь догнать вообще-то они тут откуда да блин хватит ли я молниями бить сообщение предмет разбитая маска слишком много но кто бы сомневался кто бы сомневался мусорка кому помоечка как выбрать что за него вот очередная попытка возродить жанр мрпг exactly очередная попытка хоть немножко хоть что-то показать в жанре мрпг при том что по графе выглядит как ммшки 2005 десятых годов как по мне все ничуть как без крыла зашел узнал его мнение чете сказать возродить ли она жанр нет конечно но на хайпе люди поиграют потому что на безрыбье и поскольку люди очень любят же да твою ж мать люди очень любят жанр мрпг в нее ломанулись играть абсолютно все кто не играет геншин все кто играет геншин очевидно проходят интересные сюжет очку собирают сундучки наслаждаются своими вайфу и так далее так что-то скорее всего мы сюда так просто не найдем электрограну кстати чтить должен был так и последний 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 кусочек вента паразии звезды за 50 за 75 секунд ого но я там не был я не играл после тарталетки уже два дня сижу и контент побочный впитываем контент балдежный да зачем если можно подойти к статуе прохиваться это на пахе ты чё ты его пассива так чего маяк и пользоваться дерево а я помню это дерево по щам надавал в какой-то момент вроде бы да блин какой неудобный тут тут картошку под деревом закопал в корнях и артефакты кстати и артефакты 16 00 второй день крылья а и кидай забыл о крыльях кстати электрокрылья уф красота какая на улице в этот такой стоп я ледяного же не пробью стоп здесь есть электрический а у меня нет воздуха в пачке кстати говоря об электро чекни twitter срочно там аллах и лой анонсировали аллах и ловой это из это рыжуха которая на робота походит sony эксклюзивах минуту что там такое что там такое представляю нового персонажа и лой это первоапрельская шутка такая чего спасительница из другого мира охотница нора нет это не первоапрельская шутка что путешественники вошедшие в игру с устройств по с4 по с5 получат спасительницу из другого мира и лой криво после выхода 2.2 по обновлению до версии 2.3 во время события все игровых платформ получат по почте ни хера себе вот это блин коопчик sony а когда выходит новая часть кстати когда у них таймер 28 нет да блин 2 райзен форбин инвест 2021 точной даты нет ну понятное дело что где-то осенью скорее всего обычно все осенью выходит видимо точно нету нифига ни хера себе просто что для джоевская хорошая коллаба но я не ожидал что в геншин настолько быстро ну типа идут персонажи из других игр и начнутся коллаборации какие-то в ханкае он только то ли ну фанкае он может не только-только опять же полгода назад была аска сейчас геншиновые персы а тут у них же все-таки ханкаеверс на геншин то популярнее понятное дело еще одна кривовычница эти звездка написано где написано писано до перса эксклюзивный персонаж 5 звезд до технических работ по обновлению до версии 2 2 время события вошедшие в игру через ps4 ps5 забавно забавно но вот не не удобно типа уже существующий аккаунт покажем можно сейчас подключить к сони да или нет типа так давайте кто шарит кто там sony боя даже в группу вк выложу но это конечно очень внезапно я чё-то прям хз этап 2 читай а чё этап 2 после выхода до технических работ по версии время события путешественники со всех игровых платформ получат по почте если этого не произошло на первом а то есть начали для sony а потом все все для пк в 2 2 а в 2 1 с 13 октября соответственно не до конца до 2 2 до 13 октября а с 13 октября по 24 ноября мы сможем получить все 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 на пк-шки не ну все равно надо будет на сонике подключить зайти уф ожидаемо учитывая насколько плотно sony с геншином взаимодействует ну возможно с учетом того что сонька это первая из из консольных платформ на которых есть на первое пока что единственное потому что на нинтендо все еще люди не дождались геншина очень хотят на xbox и нету зато мы знаем даты патчи мы их и так знали типа каждые полтора месяца как не созвездие получать а может их не будет рекламы до понятное дело что реклама идет в обе стороны михоя такая гигантская компания что конечно это отличная реклама для эксклюзива на соньке отличная реклама для horizon forbidden west второй части которая как раз выйдет где-то осенью по-любому выйдет где-то осенью потому что все большие новинки обычно выходят осенью хоть она еще родня на сего ну чё я могу сказать я игру играл в horizon лой классно вторую часть тоже планировал конечно же пройти на стримчик гляну это конечно балдеж давайте теперь вместо рейден и и поставим как картинку он пускай все удивляются кто еще не видел эту новость и пойму она временная получить ее можно будет 2 в течение двух патчей первый патч если ты зайдешь на соньке второй патч если ты зайдешь на если ты зайдешь на покажки я так понимаю да будет временным персонажем эксклюзивным приуроченным по факту к выходу новой части ого не на это конечно круто так чё здесь не ради а я не дошел до этого куска ивента персонаж годовщины или коллаба коллаба хотя она как раз будет в патче на годовщину может быть это сони так поздравляют михоя с годовщины игры после конца патча не пропадут конечно не пропадет но как она может пропасть ты же ее в нее пока ты же в нее вольешь какие-нибудь ресурсы прокачаешь ее типа конечно нет официальный персонаж но пятизвездные бесплатные да она всегда это кто знает насколько хороший силен по силе ну насколько силен будет этот пятизвездный перс у нас как никак не и как не как у нас есть путешественница да и она тоже пятизвездная и она мои гео не блещет силой хотя но и юзают гео ггш кукар чонс там вроде качает чё я всегда забываю посмотреть и созвездия вот батарейка электрическая мне больше понравилось как тебя кайка топ письмо из дома и стоп пожелтевший ну-ка что такое сборщик травы вот листок малейшее прикосновение он рассыпется моему почтенному отцу какое-то время не писал как дела в прошлом письме ты говорил что весны родились щенята но у меня было полно дел и я не мог ответить раньше подросли ли щенят с того времени как ты их упоминала здорово что ты собрался отдать одного из них родителям кэнди мы с кэнди глубоко сожалеем о том что не можем заботиться о родителях так как покинули дом и поступили на военную службу мы так далеко и для нас это было большим облегчением значит а ты мама и родители кэнди друг за другом присматриваете прошу тебя пап не беспокойся моей жизни в армии на военной службе меня очень хорошо кормят а комнаты наши просторные чистые сверх того что у меня сейчас есть мне желать нечего у меня даже появился новый друг по имени мацудаера если можно я хотел бы пригласить его к нам домой чтобы ответить маминых угощений да еще одно думаете можно гордиться за храбрость в бою командир повысил меня дозвание хатомота кэнди тоже получил это звание но не говорите его родителям пусть он сам сообщит им эту новость пап я всегда думал что когда война закончится мы с кэнди с честью вернемся к себе в деревню и все будет по-другому моего жалования и обеспечения будет более чем достаточно чтобы мы смогли построить новый дом и купить новую лодку вам с мамой не придется больше мучиться и ловить рыбу чтобы заработать себе на жизнь мы сможем наслаждаться полноценной жизнью чтобы добиться этого я буду трудиться еще усерднее добуду еще большую славу прошу вас не беспокойтесь ждите моего возвращения про кэнди это не его батя просил узнать том где он находится не продолжение ли это того квеста тут как бы могилка с мечом видимо ну по крайней мере его друг f а вот что касается о кэнди фаза видел 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 давайте напишем название стрима элой в геншине ого тут нифига себе какой сундук нет но этот надо по дороге залутать новость конечно крутая однозначно давай садись еще других искать их его конечно михоя поднялись как скоро три полей студии наваяют геншин лайк игры а вот в хороший вопрос ля пушка какая-то блин поджечь бы здесь на мне так лень переключаться на пир персонажа а хороший вопрос как бы геншин то и есть три полей только бесплатный и охеренный притом что в последнее время какие игры делают на три пола и рынке вспомнить те же киберпанки так ну непонятно можешь сюжетно так не главное где тут электропу возле пушки ты взял арт и не записал ну блин такое место что я его и записывать не хочу я сюда летать не будут за артефактами если честно с другой стороны для карт это все равно понадобится потом будут говорить что ты эту точку не отметил попок яблоки закатники письмо еще страницы рассказов токи в подвальчике спрятан чего подскажи что сменить севу видимость сялу да золото 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 сейчас посмотрим минуточку артефакты ну вот здесь еще один артефакт на это уже это уже интересней я вышел заказал я вижу спасибо на 80 уровень без не пройден явно что-то нужно менять для начала разобраться в мейн-дэшерах в пачках зачем тебе 3 мейн-дэшера в одной пачке когда у тебя есть легендарный сяуда наверно тебе не очень нужна здесь ян фэй здесь не очень нужна слабая чича хоть она может там криво щиты сбивать но камон лучше взять каю наверно тебе нужен синцу где-то в пачку под клишку или кстати под ян фэй тут уж сам выбирай ну а сяу 1767 атаки 76 на 195 с 27 мастерства стихий 61 анома урона хорошие отличные цифры полагают что это смертельный бой нет это черногорская пипка 10 база 9 ульта 5 ешь конец созвездий ну статы то хорошие но кроме того что черногорское оружие не имеет афикса практически в бездне 2 ансамбля ну не два глада конечно но если настолько хорошие конечно же шикарная цветок и вообще довольно слабые часы для оффсетника если тебе типа изумрудная тень тебе здесь нахрен не нужна найди часы получше там с крит шансом дополнительным с крит уроном с не знаю с восстановлением энергии тебе нужно на сяу а тебе скорее все тебе точно не хватает чтобы восстанавливать ульту добавь сюда второго какого-нибудь анома персонажа как батарейку желательно сахарозу с ритуальными мемуарами перо тоже отлично кубок на анома урон крит шанс восстановление энергии крит урона отлично и шапка крит шансовая с крит уроном мастерством стихий супер но вот часы менять можно даже цветок оставить у него шикарные статы вот часы поменять на большие какие-то статки на крит шанс крит урона и восстановление энергии еще к тому же тебе 80 мастерства нафиг не нужно с ансамбля и все и добавить батарейку ну и нормальных саппортов найти ну что это за три персонажа бэн это можно сюда бэн это и и деда в одной пачке держать это точно не варик то есть типа деда например к сяо и получится шикарнейший саппорт который еще и снижает она мы резисты своей ешкой и щит ему накладывать что тоже очень в принципе важно потому что вся у нас любит дохнуть там чича майндд остальные саппорты понимаю ли ну и конечно над я не информацию отправить я думаю заинтересует если она еще не видела а еще ресину надо писать придется придется в геншин играть он любит хорайзен ничего теперь с ней смайлик делать что ли красиво нарисовали кстати сплэш офигенный почему люди возмущаются бесплатным персонажу где кто что чем нинтен не любит геншин может быть наоборот спасибо фейки за роскошный сундук так все пойдем доделаем этот ивент еще в бкаей кину ой слишком одета для геншина у корабль чё он так такой весь в дыму ой криво совпадение теперь все будут путать а опять обычный кстати кубик здесь рядышком но потом его посмотрим не хочу пока его убивать к за 4 буквы если не видно раз так и винтик поехали здесь кстати кровавые цветы тут видимо битвы были на хочу гоню и мамы у нас уже есть гоню и дома гонять дома эти звездная логика загадочная страница потом соберем все это прочитаем мне кажется загадочной страницы это какой-нибудь супер крутой квест по окончанию которых дадут один легендарный артефакт как было с этими кулами и за с чем я хочу тонуть мы его выполнили и за с чем я хочу тонуть мы его выполнили еще криво и чего за них ничего не дали чуть-чуть с ними сражался турбинский слайм вылезли текущий эпизод о полторы тыщу опта 3 battle пасса вообще не качается недельки не делал же стример не мощным брать в криво слаймов да есть немного так блин стамины не этого минута криво ну ладно с этими каменными не буду сражаться а все и не все это было легко нам так нам по квесту снова надо к ней вернуться или потом когда все это выполним кстати я же не посмотрел магазин события камушки хорошо опыт 30 штук аж отлично за грозовые кристаллы которые мы еще пока не собираем корона книжки из и надзумы и моро я тут задумался как тяжело некоторым будет качать без ивентов до персонажей из прошлых баннеров когда все ивенты сейчас буду давать и надзумские книжки окей так но огнидосы быстро выкупить самое полезное допустим и допустим гео камни тоже очень нужны дед качать так все и вентик прошли и вентик прошли и ловой посмотрели по хайпе ли да теперь можно и к сюжетке вернуться но